13 мая Белфасте. Майкл Кондон встретится с чемпионом IBF в полулёгком весе Луисом Альберто Лопесом. Ранее организация этой дуэли планировалась на середину марта, однако поединок в итоге состоялся на несколько недель позже. Всем привет, вы на канале Воин и вы смотрите главные новости бокса. Погнали! 14. Александр Козик пройдёт бой с мексиканцем Жозуэ Абандо. Информация об этом указана на боксёрском портале Box.Rec. Ранее сообщалось, что соперником украинца станет аргентинец Хорхе Миранда. Бой состоится 11 февраля в городе Помона, США. 15. Компания TopRank готова организовать бой между Теофимом Лопесом и Джошем Тейлором, сообщает ESPN. Бой планируется провести в Великобритании в мае или июне, и серьёзных преград для организации этого поединка нет. Однако договорённость между представителями боксёров ещё не достигнута. Лопес и Тейлор уже рассматривали вариант поединка в 2021 году, но тогда бой не удалось организовать. 15. Ветеран бокса Джеймс Тони не понимает шумиху вокруг Сауля Альвареса. «Я говорил Планту, как дыраться с ржеволосым парнем. Если бы он сделал то, что я ему сказал, он бы легко его победил. Все думают, что он бриллиант. Да нет, он мусор. Канело не смогут даже носить за мной боксёрки в зал. Я бы нокаутировал его. Все всегда говорят, как бы прошёл твой бой с Канело. Я такой, нафиг ты задаёшь мне этот тупой вопрос, если и так знаешь, что я вынесу его задницу. Это же мисс матч. Если бы Канело вышел дыраться со мной, ему бы пришёл конец». Тейсон Фьюри заявил, что переговоры по поводу поединка с Александром Усиком ещё продолжаются. «Переговоры насчёт боя с Усиком всё ещё идут. Сплошная болтовня и никакой конкретики. Что касается информации касательно боя с Усиком и о других поединках, лучше спрашивать у промоутеров. Я дал слово больше этим не заниматься, поскольку это приносит мне только стресс, депрессию и беспокойство. Сейчас ничего не знаю, увидим. Сегодня у меня нет даже какого-то предложения от кого-либо относительно поединка. «Я не победим уже 14 лет. Могу победить любого. В этом никаких сомнений». Тренер Мурата Гасио Виталий Санов утверждает, что его подопечные по-прежнему испытывают проблемы с поиском оппонентов, так как другие бойцы не хотят выходить с ним на ринг. Да, все отказываются. Кто-то специально цену завышает, и эта сумма становится неизмеримой. А кто-то прямо говорит, что не хочет драться с Муратом. Так что хорошо, что у нас есть бой, потому что нельзя застаиваться. Надо отбоксировать 3 марта, а потом нужно куда-то уезжать. Сюда не особо охотно ездят. Мурата при этом боятся. Надо что-то менять. Нужно поехать на 2-3 месяца, например, в США, чтобы там покрутиться, а себе напомнить, поспаринговать. А на этом у меня все, друзья. Большое спасибо за просмотр. Поддержите это видео своим бойцовским лайком. Пишите в комментариях, что вы думаете обо всем этом. И подписывайтесь на канал. Всем крепкого здоровья и увидимся завтра. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok